Победа Трампа может застать рынки врасплох. В случае победы Трампа на президентских выборах мы увидим массовую распродажу акций и рисковых активов. Джей Брайсон, Wells Fargo Securities. На этой неделе все внимание приковано к президентским выборам в США. На фоне многочисленных скандалов это была очень жесткая гонка, что побудило трейдеров обратить свое внимание к активам тихой гавани. Каким будет поведение рынков на этой торговой неделе? Конечно, все зависит от итогов президентских выборов в США. В понедельник мы узнали, что ФБР прекратила расследование против Хиллари Клинтон. На фоне этих новостей был зафиксирован рост по европейским активам. На рынке сырья мы также отметили подъем. Другими словами, неделя началась с позитивной ноты. В случае победы Клинтон данная тенденция будет продолжаться на протяжении всей торговой недели. Однако, если данной гонке победит Трамп, это может застать рынок врасплох. В случае победы Трампа на президентских выборах мы увидим массовую распродажу акций и рисковых активов. С другой стороны, вполне возможно, что итоги голосования могут оказаться под сомнением. И напротив, в случае победы Клинтон, господин Трамп и его сторонники могут отказаться признать свое поражение и заявить о том, что выборы были сфальсифицированы. Это будет означать очередной политический тупик. Это не совсем благоприятный сценарий для Соединенных Штатов. Пока что нам остается только ждать и следить за тем, как будут развиваться события в дальнейшем. На прошлой неделе в четверг рынки были потрясены решением Верховного суда Великобритании в отношении того, что правительство не может задействовать статью 50. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений. В эту среду будут представлены данные по торговому балансу Соединенного Королевства. Как вы думаете, мы увидим улучшение? Какой будет продуктивность фунта стерлинга? Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что дефицит торгового баланса в ближайшем будущем должен сократиться. Тем не менее, нужно понимать, что изменения не происходят в одночасье. С июня по курсу фунта стерлинга превалирует в основном нисходящий тренд. По логике вещей в будущем, это должно способствовать приросту британского экспорта. С другой стороны, мы ожидаем, что со временем спрос на внутреннем рынке замедлится из-за неопределенности в отношении инвестиционных перспектив в будущем. Именно поэтому мы считаем, что Великобритания будет и дальше демонстрировать замедление темпов роста экономики. В дополнение к этому, мы также ожидаем заметное снижение по курсу национальной валюты. Как правило, такая ситуация будет оказывать негативное влияние на объемы импорта. При таких обстоятельствах, скорее всего, что мы увидим сокращение дефицита торгового баланса в будущем. С точки зрения фунта стерлинга, он продолжит идти на снижение в долгосрочной перспективе. В связи с этим, Банк Англии вряд ли повысит процентные ставки в обозримом будущем. Вместо этого, возможно, мы увидим дальнейшее снижение ставок на фоне постоянного замедления в экономике Британии. В ближайшем будущем ФРС также начнет повышать процентные ставки. Но, несмотря на это, вполне возможно, что в краткосрочной перспективе по курсу фунта мы будем брали. В любом случае, на данный момент по курсу фунта в основном превалируют короткие позиции. Данные по уровню инфляции Китая также будут представлены в эту среду. В последнее время окажется, что экономическая ситуация в стране улучшается. Аналитики прогнозируют рост инфляции в октябре. Однако мы наблюдаем рост опасений в отношении пузыря на рынке недвижимости. По вашему мнению, каково текущее состояние китайской экономики? И какими будут ваши прогнозы по уровню инфляции? В общем, да, за последние несколько кварталов темпы роста китайской экономики немного стабилизировались. Однако ВВП продолжает оставаться на довольно низком уровне. Во всяком случае, в ближайшее время нам не стоит беспокоиться в отношении краха китайской экономики. Однако власти страны пытаются прибегнуть к более жестким мерам в ответ на резкий рост цен на рынке недвижимости. Работа государственных предприятий по-прежнему остается неэффективной. В результате это может привести к сокращению капитальных затрат. Это одна из причин, почему мы ожидаем замедления темпов роста. К минусам вполне возможно, что в среднесрочной перспективе мы увидим рост инфляции, который в основном будет вызван отсутствием негативного влияния таких факторов, как снижение цен на энергоносители и на продукты питания. Таким образом, инфляция может вырасти в ближайшие месяцы. Но учитывая общее замедление темпов роста, скорее всего, что она останется на низком уровне. Большое спасибо, Джей, что были сегодня с нами. На этом все. Вы смотрели Дуковскоп ТВ. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе основных событий рынка. До свидания.